Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет информативное, полезное и вам понравится. Итак, сейчас будет маленький анонс, что будем обсуждать в сегодняшнем видео. Итак, отмена банковской тайны, как купить лекарства в аптеке, если у вас все еще нет семейного врача и что нужно сделать для этого, изменения по поводу перемещения граждан Украины с 1 декабря 2022 года, а также информация по поводу 1 февраля 2023 года. А также затронем тему про стикер. Это очень актуальная тема, мне многие люди до сих пор продолжают писать по разным вопросам, разной ситуации, поэтому дослушайте и досмотрите это видео до конца. Итак, затронем тему стикер. Во-первых, уже действует возврат денег от места проживания до пункта выдачи, то есть те средства, которые вы тратили для того, чтобы доехать до того пункта, есть уже программа, которая возвратит вам эти средства. Как путешествовать, имея при этом временную защиту Нидерландов, то есть стикер. А также мы с вами обсудим, как идет регистрация перемещенных лиц из Украины в Нидерландах. Зачем регистрироваться в стране? Какие документы нужны для регистрации? Нужно ли переводить паспорт или свидетельство о рождении ребенка с украинского на нидерландский или английский? Я гражданин Украины, но у меня нет загранпаспорта или ID-карты. Что делать? Я не граждан Украины, но у меня есть только украинские документы. Кириллицей, что делать? Нужно ли мне регистрироваться в украинском консульстве? Есть ли необходимость срочно подавать ходатайство об убежище? Как быстро нужно зарегистрироваться? В каком статусе мне нужно зарегистрироваться? Куда обращаться, чтобы зарегистрироваться в Нидерландах? Какова процедура регистрации в муниципалитете? И много-много других вопросов мы с вами обсудим в этом видео. Поехали! Итак, первый вопрос, который мы с вами затронем, это... GRC или отмена банковской тайны. Итак, 19 августа 2022 года присоединилась к GRC, это автоматический обмен финансовой информации. В этом обмене 118 стран и более. Что же это означает? Более подробно все вы увидите у меня на экране. Всю информацию можете сами самостоятельно прочитать. Сейчас пробежим по самым важным моментам. Смотрите, теперь с 2023 года финансовые агенты, стран, участницы данного обмена, а это не только банки, но и небанковские финансовые учреждения, страховые компании, инвестиционные фонды и другое, начнут проверку ваших финансовых счетов. В сентябре 2024 года состоится первый обмен информацией за 2023 год. Информация предоставляется обо всех типах доходов, активных, пассивных, а также состоянии счетов. И эту информацию получает налоговая служба. Что бы вы имели в виду? Что вообще будет происходить в ближайшие несколько лет проживания в Нитерландах? Например, вы или ваша семья выехали за границу и открыли счет в иностранном банке для определенных нужд и возложили на него условия несколько или чуть больше тысяч долларов. Теперь, в 2024 году налоговая автоматически получит информацию, что у вас есть открытый счет в иностранном банке. И в данном отчете будет указан остаток выраженной валюте на начало года, на конец года и оборот средств за год. Ну и дальше все по процедуре. Сопоставление данных с вашими декларациями, запрос. Возможно, это будет расценено как полученный иностранный доход физического лица, а он обладается налогом как 18% и 1,5% военного сбора. Следующий пример вы можете прочесть на экране. Рекомендации. Сделать хомтеск. Это анализ всех зарубежных счетов. Если ты долго за границей, более 183 дней, и центр жизненных интересов там, то выясни налоговым резидентом, какой страны ты являешься. Следующий вопрос. Аптека, как купить медикаменты, т.д. и т.п. Давайте более подробно об этом также поговорим с вами. Если вы все еще не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Поставьте лайк под этим видео, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Можете еще написать какой-то интересный комментарий. Возможно, у вас есть конкретный вопрос, на который бы вы хотели узнать ответ. Ну или просто я буду рада всем комментариям. Идем дальше. Так, аптека в случае простуды. Давайте теперь обсудим врачей, как купить медикаменты, как обзавестись семейным врачом. Итак, аптека. В случае простуды вы можете проконсультироваться и получить соответствующее лекарство аптеки. Больше информации о покупке лекарства вы можете найти на сайте, который я укажу под этим видео. Далее. Семейный врач. Если простуда не проходит, можно записаться в консультацию к семейному врачу. Но, если вы все еще не закреплены к семейному врачу, что нужно делать? Спросите муниципалитет, где находится ближайшее. Или воспользуйтесь сайтом. Ссылку на сайт я оставлю под видео. Изменения в положении о приеме перемещенных лиц из Украины. Правительство Нидерландо вносит изменения в процедуру приема украинских беженцев. Итак, изменения на 1 декабря 2022 года. Люди, уже длительное время проживающие в приемных заведениях, будут получать денежную помощь от муниципалитета в размере 56 евро и 12 центов в месяц. Болонтеры, которые помогают в центрах приема беженцев, могут получить стипендию в размере 14 евро в неделю. Беженцы из Украины смогут покидать текущее местоположение на срок до 28 дней без потери денежной помощи. А теперь изменения на 1 февраля 2023 года. Муниципалитет может прекратить выплату денежной помощи для всей семьи, если один из членов старше 18 лет трудоустроен или получает социальные выплаты. Если вы проживаете в принимающей семье, помощь будет уменьшаться до 93 евро в месяц на человека. Сумма на питание будет перечислена в соответствии с размером семьи. Чем больше семья, тем меньше месячная сумма на питание. Более подробно вы можете ознакомиться также на сайте, который я укажу под видео. А также давайте с вами обсудим вопрос по поводу компенсации от места жительства, где вы живете, до пункта выдачи стикера и обратно. Есть уже такая функция, что муниципалитет вам вернет деньги за то, что вы ехали в одну сторону и обратно. Как это работает? Они просчитывают следующим образом. За 1 километр они считают 0,19 центов. Все это суммируется. Вам также нужно будет предоставить юридическое доказательство о том, что вы из пункта А в пункт Б доезжали и обратно. Это может быть билет. Чаще всего покупается, если вы на поезде едете, то покупается билет онлайн. Так что сохраните эти реквизиты, которые вам приходили на имейл, потому что вам именно эти доказательства нужно будет предъявлять. А также, если вы ездили автобусом, сохраните этот билет. Более подробно я оставлю ссылку под видео. Итак, а теперь мы с вами обсудим, как путешествовать с временной защитой Нидерландов. Как человек, получивший временную защиту в Нидерландах, вы имеете полное право путешествовать за пределы Нидерландов, в том числе и в Украину. Итак, вам нужен действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу, стикер от иммиграционной службы, стикер, о котором я вам уже много раз рассказывала, подтверждающий получение вами статуса временной защиты. Сам по себе не является документом для путешествия даже в пределах ЕС. Он только подтверждает ваше право на перебывание в Нидерландах. Сертификат от консульства, подтверждающий ваше лицо, также не является документом для путешествий. Поэтому берем стикер, берем загранпаспорт и можем выезжать. Итак, внимание! Пересечение границы в сторону ЕС возможно при наличии биометрического паспорта и стикера, а в других случаях могут возникнуть проблемы. То есть, с небиометрическим паспортом могут проблемы. Могут быть проблемы при въезде в ЕС, зависят от пограничников, на которых вы попадете. Вот как-то так. А также учтите, что если у вас нет украинского гражданства, вы не можете съездить на родину и вернуться в Нидерланды. Если вы получили временную защиту в Нидерландах, потому что у вас было разрешение на проживание в Украине, как пермитрезидент, вид на жительство украинское, или, например, супруг с гражданином Украины, вы имеете право на временную защиту в Нидерландах. Более подробно я вам оставлю ссылочки под видео. Вы можете все это потом перечитать, пересмотреть. Но если вы были в вашей стране происхождения, то есть гражданство, которое имеете, после 23 февраля 2022 года, тогда вы больше не отвечаете условиям директивы о временной защите. Тогда ваше право оставаться в Нидерландах может быть прекращено. В Украину вам съездить можно, в страну гражданства нет. Более подробно я оставлю ссылку. Там есть... Это официальный сайт, специально для украинцев. В общем, там идет... Там идет блиц вопрос-ответ. То есть слева будут вопросы. Самые часто задаваемые, самые актуальные. Нажимайте на них. Тот вопрос, который вас также интересует. И вы узнаете ответ. Ссылочка будет под видео. А также я вам немножко расскажу такие моменты. Допустим, мне люди сейчас, в конце декабря, люди пишут, почему я не могу зарегистрироваться на то, чтобы записаться на прием в стикер. И мое предположение, что, скорее всего, из-за того, что праздники, и так оно, по-видимому, и есть, что из-за праздников в данный момент вы не можете осуществить запись. Поэтому подождите, пока пройдет Новый год, пройдут праздники, и уже где-то в середине января можете попробовать снова. А также актуальный все еще вопрос, это о том, что вот я приезжаю в Нидерландах, куда мне прощаться, что мне делать. В первую очередь я людям советую пересмотреть мои видео в начале, в котором я очень подробно рассказываю мои самые первые видео из Нидерландов. В первую очередь я советую пересмотреть мои самые первые видео о Нидерландах. Я там очень подробно рассказываю свою историю, как вообще я доехала до Нидерландов, как далее все у меня происходило, куда я обратилась, что я делала. Вот, это в первую очередь Далее могу вам еще сказать, что пункты, куда можно обратиться сейчас на данный момент Можете попробовать в Амстердам Также можете в полицию обратиться И полиция дальше вас направит куда нужно Чаще всего направляет всегда в Удрих Вот сейчас в Удрих это есть самый большой центр Куда всех украинцев, которые новоприбывшие, их туда отправляют А потом дальше распределяют по всем Нидерландам Я вам оставлю скриншот сейчас и ссылочку про Удрих Можете ознакомиться, посмотреть Там есть точный адрес Как видите на скриншоте, на этой фотографии, которая сейчас на экране Есть полный адрес Поэтому это она вам подсказка Если у вас есть своя собственная машина Вы можете прям прямиком ехать в Удрих по этому адресу И просить временную защиту Итак, на сегодня это все Спасибо большое вам за внимание Если вы все еще не подписались, подпишитесь Поставьте лайк под этим видео Если оно для вас стало полезным, интересным Знаете, подходит к концу этот тяжелый, страшный 2022 год Кто бы мог подумать, что у нас, украинцев Так все, перевернется жизнь Честно вам Если бы мне сказали В январе, в декабре Галь, ты окажешься в Нидерландах 3 марта ты выйдешь из страны 6 марта ты доедешь до Нидерландов Что ты проживешь там достаточно длительное время Будешь строить, пытаться строить новую жизнь В другой, в чужой стране Честно говоря, ну это с трудом верится И таких судеб миллионы Украинских судеб Что вообще произошло Поэтому Знаете, я очень надеюсь Что все беды Все несчастья Все вот эти вот слезы пролитые Каждого украинца Который столкнулся с этой ужасной проблемой С этой ситуацией, которая сложилась в Украине Я надеюсь, что для каждого из нас Для каждого украинца Для каждого жителя Украины Для каждого человека Который проживал на Украине Возможно, он другой национальности Также То есть Все, кого затронула эта беда Я надеюсь, что она останется в этом году Вот Осталось буквально Сегодня, сегодня 29 Сегодня 29 декабря 2022 года И в новом году Дай Бог Каждому Счастье Любви Удачи Мира Это самое важное Мирного неба над головой Каждому Чтобы никто не знал, что такое война Что такое Чтобы вы плакали только от счастья Вот что я вам хочу пожелать Берегите себя Берегите родных И дай Бог Все будет хорошо Всем большое спасибо за просмотр Пока До новых встреч Увидимся в следующем году